добрый день друзья гости и подписчики моего канала меня зовут полина но девочки не буду долго рассказывать скажу коротко я решила сшить набор для бани и так как я знаю что если я буду шить в одиночестве я себе такое могу настрочить поэтому буду творить под вашим чутким руководством для того чтобы сшить наборы для бани я купила метр махровой ткани шириной полтора метра и сейчас начинаю работать для начала мне надо отрезать кромку но кромка видите здесь какая у махровой ткани такая специальная для того чтобы можно было подгибать единственно что мне мешает вот эти махрушки я их аккуратненько вот тут сейчас подрежу вы конечно можете сказать зачем покушать когда можно купить готовое но дело в том что либо мне не попадалось именно то что я хочу либо это все было сделано из такой ужасно синтетической ткани что мне проще купить и сделать все самой края я подготовила теперь я приступаю к раскрою так вот эти все выровняла подогнула ткань шириной на 35 сантиметров вообще конечно девочки расход ткани вы смотрите сама каждой по своим размерам то есть здесь главный показатель главная мерка которую вы будете снимать это объем бедер смотрите так чтобы вам хватило вашего полотна чтобы можно было обернуть остался небольшой запас полотно и разрезала теперь длинную часть большую мы убираем и начинаем работать вот с этим узким отрезком знаете мне так хочется сказать да у меня есть бане но на самом деле бани у меня нет у меня есть хорошие знакомые которые меня периодически купанию приглашают конечно мастер-класс у меня получается из той серии что я не профессиональная швея но сейчас я вас всех научу но делаю все на глазок у меня нет точно выкройки творю так как вижу сама значит я отрезала кусок ткани ширина у меня получается 35 сантиметров длина у меня метр и сейчас я ее вот так вот согнула значит смотрите с одной стороны я до сгиба оставляю 30 сантиметров с другой стороны у меня 34 и получается что размер вот этого 2 отрезка у меня получается точно такой же 34 тут до сгиба состыковки здесь 30 сантиметров и сейчас вот этот кусок ткани мне надо разрезать вот здесь так ну теперь вы видите что вот эти две части которые у меня получились я их сложила вместе наложила одна на другую они у меня получились практически одинаковые формы если кто-то спросит почему такие сложности просто все делается из экономии ткани вот это все выкраиваю именно так ну а теперь смотрите я прикинула глубина какая мне нужна моего колпака все-таки 35 сантиметров это многовато но с учетом швов с учетом говорится облегания делаю следующие вот от верхней части вот эти пять сантиметров они мне все-таки лишние я вот так вот провожу линию ну здесь делал небольшое это скругление да и выстраиваю здесь затылочную то есть смотрите вот здесь 5 сантиметров тут у меня 20 сантиметров тут 15 то есть вот ну я думаю тут выстроить ту самую косую линию каждый из вас может нарисовать самостоятельно специально не даю точных размеров я подготовила детали для стачивания на швейной машинке но еще одна мелочь которая самая такая важная нам нужна резинка бельевая резиночка длиной я ее отрезала примерно 25 на сантиметров я еще сложу внутрь поисла же надвое и мне надо будет ее пришить вставить вот примерно вот в этом месте где начинается закругление для затылка то есть я сейчас вот сюда ее подсуну ну и прощу на машинке так ну здесь вы видите я уже прошила и сделал обработку края зигзагом я конечно понимаю что сейчас опытные рукодельницы на меня начнут ворчать будет говорить зачем это показываете но знаете что не все у нас все умеют делать сразу поэтому показывают эти все особенности но и еще сразу показываю вот здесь у меня на полу стоит коробка для мусора и поэтому весь свой текстильный мусор я просто напросто в эту коробку сбрасываю так у меня организовано мое рабочее место кракел пока обрабатываем двойной подгибкой ну девочки конечно будьте внимательны будьте эти шов аккуратно потому что ткань достаточно такая толстенькая и в тех местах где у вас идут швы шейте не торопясь помогайте в швейной машинке чтобы вы ничего там не сломали ура ура колпак готов честно говоря гораздо дольше собиралась его сшить и после того как делаешь ты огромное лоскутное одеяло касса шить колпак это такая ерунда теперь переходим к работе с большим куском ткани сначала я делаю боковые швы обрабатываю виду просто прямую строчку боковая потом я буду обрабатывать низ а потом уже буду работать с верхом своего этого полотна значит смотрите вот я дохожу до угла как я буду обрабатывать угол ткани достаточно такие толстые плотно поэтому 10 уголочек я загибаю потом делаю вот такой вот эти как бы двойной подгиб немножко поправлю потому что так вот дострачиваю до сюда а потом делаю подгиб вот этой части и присоединяю так мы надеюсь вам видно здесь я дошла до угла подвернула вторую часть и вот для того чтобы у меня вот здесь уголочек не распадался я там себе помогала иголочкой толстенькой так на уголочек этот я прошла ткани у меня здесь такие хорошо получились немножко нишно угол уехал бог с ним так сейчас я вот этим двойным подгибом обрабатываю нижнюю часть обработаю нижнюю часть дойду до угла и выйду обработаю еще вторую боковую часть для обработки верха моего полотна мне понадобится резинка и и длину я беру подмышками и чтоб застегивалась над грудью и липкая такая вот лента лента липучка ну здесь у меня 10 сантиметров ну как показ практика на лучше поменьше я возьму ее потому что когда потом начинаешь эксплуатировать изделие эта липучка начинает прилипать ткани и оставляет очень сильной затяжки это я обрабатываю верхнюю часть изделия но увидите здесь у меня подгиб около два с половиной наверное сантиметра я делаю и сразу внутрь я поставила резиночку так и для того чтоб край резинки у меня не упекал ведь я вот здесь зацепила иголочкой просто я хочу когда все сделаю уже на себе непосредственно посмотреть и подрегулировать ну и завершающая часть я сейчас примерил на себя свое полотенце отрегулировал натяжение резинки и сейчас буду пришивать уже саму эту липкую ленту длину ее я решила делать 5 сантиметров сильно длину тоже лишние так вверх изделия я обработала пришила эту липкую ленту обратите внимание здесь значит я пришивая с внутренней стороны здесь у меня она пришивается с внешней стороны здесь вот у меня как раз липучая часть я ее пришиваю но близко к краю а вот эту я пришиваю с небольшим отступлением то есть как раз для того чтобы при застегивании мое полотенце было немного с натягом вот такой милый комплект получился у меня по завершении работы полотенце застежкой которая можно спокойно завернуться не бояться что он соскользнет и такой колпак для сушки волос колпак очень удобный потому что когда вы его надеваете на голову длинный конец вы заматываете волосы а потом можете его продеть в эту петельку из резинки подписывайтесь на канал ставьте класс и готовьтесь к 31 декабря потому что мы все 31 декабря ходим в баню оставайтесь со мной с вами была полина всем пока пока и до новых встреч